Добрый день! Ну наконец-то после долгого перерыва мы встречаемся с вами снова. И с вами я, Агибалова Ирина на своем канале Агибалова Лайф. Да, долгий был перерыв, но по техническим причинам. Я надеюсь, что больше такого не повторится. Мы очень постараемся не делать таких длительных перерывов. А сегодня в качестве комплимента вам я приготовлю очень простое и очень полезное блюдо. Вот я сразу хотела бы задать вам вопрос. Любите ли вы колбасу? Я думаю, что очень многие процентов 90 сейчас поднимут руки и скажут да. И те же 90 процентов скажут, что она вредная. Я не знаю, что находится в колбасе. Я могу только предположить, если я покупаю в проверенном месте домашнюю колбасу. Что находится в колбасе фабрично и заводской, я не знаю. Поэтому, наверное, я буду придерживаться той же точки зрения, что это вредно. И мне бы не хотелось, чтобы члены моей семьи ели вредную пищу. Поэтому сегодня здоровая, вкусная колбаса из цельного куска говядины. Колбасой сложно назвать, но замена колбасы просто отменна. Что для этого потребуется? Кусок говядины, цельный. Это задние части ноги. Специи, естественно, сливочное масло, чеснок, пакет рукав для запекания и три обычных пакета. Кастрюля, вода, острый нож, досточка. Все, что только потребуется. Ну что, приступаем? Для того, чтобы приготовить вкусную говядину, мы с вами начнем смешивать все специи. Естественно, моя любимая вкусная соль с чесноком. Я ее просто обожаю, поскольку там уже очень много трав. Немного французских трав. Прям совсем чуть-чуть, просто для отушки. Черный перец. Боже, только нет, я сейчас начну чихать. Так, закрываем, чтобы не чихнуть. Красный перчик, а также карри. Все в очень только маленьких порциях разумных. И такая приправа к свиному мясу. У меня осталось ее совсем немножко. Я думаю, что она абсолютно не помешает. И тоже абсолютно чуть-чуть. После этого я все это перемешиваю. Получается смесь собственного приготовления. Раздавливаем чеснок. Мелко-мелко его нарезаем. Я бы даже сказала, практически рвем. Потому что он дает больше запаха, именно когда его немного раздавишь. И вот таким ножом для сыра просто вот так вот наискосок нарезаем. Так, добавляем чесночок тоже в травку. Все это вот так тщательно перемешиваем. Можно даже чуть-чуть раздавить чеснок вот так вот, чтобы вот прям вот совсем было вкусненько. Вот такая получилась смесь. Все очень просто. Берем эту смесь и намазываем кусочек мяса. Вот прям не жалеем нисколечко. Прям намазываем его. Переворачиваем и тоже намазываем. Самое главное втереть как следует специи в мясо. Чтобы у нас не получилось, что один кусочек мяса будет соленым, а другой нет. Все. Мясо готово. Сейчас что мы делаем? Берем пакет для запекания. Рука для запекания пакет. Не важно. И аккуратненько помещаем сюда кусок мяса. Почему аккуратно? Потому что я не знаю, как в вашей практике. В моей практике было такое, что пакет прорывался от тяжести мяса. Поэтому постарайтесь все-таки сделать это осторожно. А дальше мы берем нож. Отрезаем кусочек масла сливочного. Небольшой. Помещаем его на мясо. И все. И больше ничего здесь не нужно. Осталось только закрыть пакет. Сделали. Берем обычные пакеты. Вот такие. Помещаем. Пакет. Раз пакет. Берем еще один. Два пакета. И еще один. Три пакета. А эту куклу мы кладем куда? В глубокую кастрюлю. А теперь мы наполним эту кастрюлю водой и поставим на полтора часа после закипания на огонь. Посмотрите. Вот так надувается пакет. Ни в коем случае не бойтесь, что что-то произойдет. Это мясо готовится внутри. Накрывайте крышкой. Делайте медленный огонь. И пусть готовится. Не переживайте. Ну что, полтора часа прошло. Посмотрите, что у нас тут получилось. Достаем. Начинаем вскрывать шубку. Я думаю, ваши родные с удовольствием применяют колбасу на это мясо. Вот такой кусочек мяса. Он отварен. Это говядина. Специи. Готовилась в собственном соку. Естественно, что это очень вкусно. Сейчас мы отрежем один кусочек для того, чтобы убедиться, что это все готово. Замените колбасу на говядину. Поверьте, будет гораздо здоровее, питательнее и вкуснее. Также можно из этого мяса приготовить салат. Вы знаете, что многие салаты используются отварное мясо. Это очень вкусно, поверьте. На этом мы заканчиваем. Жду от вас лайки, комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Приходите к нам снова. Будьте активнее для того, чтобы нам было интереснее вам снимать очередные кулинарные видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok